всем привет сегодня я буду готовить щуку фаршированную вот есть такая щучка у меня на килограмм и в первую очередь нам нужно ее почистить чищу я ее прям в воде вот чтобы плоско не разлеталась по всей кухне вот когда чистим желательно держать вот за голову тогда она не будет мушать и за хвост скользит рыбка вот выскальзывает поэтому вот придерживаем и вот так вот все очищаем итак рыбку почистили помыли теперь нужно убрать внутренность так и вот здесь вот вот в этом месте вот делаем надрез через который мы будем убирать все что внутри итак удаляем жабры можно подрезать здесь ножничками в принципе хорошо отделяются и так и с этой стороны удаляем все и и теперь вот все что внутри тоже удаляем аккуратненько так и после этого вот так переламываем немножко вот хребет вот и начинаем отделять шкуру от мясо вот так главное в начале вот здесь начать и она дальше хорошо пойдет и и и пусть лучше немножко мясо остается на шкурочке вот чтобы не порезать вот шкурку поэтому если немножко трудно вот убирать вот от мяса отделять то пускай немножко остается на шкурочке ничего страшного таким образом отделяем вот когда хорошо уже начали отделилась вот изначально дальше уже все проще немножко как бы выворачиваем шкурочку вот так вот и продолжаем подрезать вот аккуратненько и так вот до конца так аккуратно так здесь плавничок нужно подрезать чтобы он остался вместе со шкурочкой так это тоже ну вот дошли до хвоста хвост мы оставляем вместе со шкуркой вот отрезаем все теперь в обратную сторону все выворачиваем так наш чулочек рыбный все и так наша рыбка к фаршировке готова осталось приготовить только фарш которым мы будем начинять нашу рыбу и так отделяем мясо от кости вот по хребту так и с другой стороны итак берем батон пару кусочков четыре четыре пять кусочков батону замачиваем в стакане молока вот дальше одну морковку одну луковичку лук режу кубиками и морковку на крупную терку из морковки и лука я делаю зажарку затем филе рыбки я пропускаю через мясорубку с мелкой решеточкой вот решеточку мелкую взяла пропускаем затем через мясорубку тоже батон и зажарку из морковки и лука вот как только лук начинает подрумяливаться немножко добавляем морковку все вместе обжариваем до того момента пока морковка станет мягкой вот морковка уже тоже стала мягкой можно выключать и теперь начинаем все перемалывать на мясорубку вместе с филе перемалываем также батон и также перемалываем зажарки лук с морковкой и также перемалываем зажарки лук с морковкой и после того как мы перемололи все на мясорубке добавляем желток одного яйца белок я отдельно вот отделила так добавляю немножко черного молотого перчика и солим по вкусу так и еще я готовила картошку у меня осталось немножко жареных грибов вот я добавлю немножко грибов есть есть возможность то добавьте жареные грибы вот очень вкусно получается вот достаточно теперь это все хорошо перемешиваем вымешивать буду руками чтобы хорошо выбить фарш как на котлеты так немножко мы перемешали теперь добавлю немножко сливочного масла буквально грамм 50-70 достаточно добавила сливочное масло и продолжаем перемешивать и выбивать хорошо фарш если есть зелень петрушки укропа добавьте обязательно у меня сейчас нету зелени поэтому я буду без этого готовить но вкусно когда добавляете зелень в рыбку вот такой отличный фарш получился так теперь фарш готов практически готов нам осталось взбить белок яйца и добавить фарш и так взбили белок в такую вот крепкую пену добавляем фарш и перемешиваем теперь этим фаршем фаршируем готова и начинаем фаршировать нашу рыбку вот в этот чулочек еще у нас много здесь маска осталось я немножко присолю чуть-чуть так и начинаем закладывать фарш вот так вот после того как на фаршировали щуку вот эти места вот здесь немножко у меня порвалась когда я снимала шкурочку ничего страшного берем ниточку иголку и начинаем зашивать потом ниточка уберется после запекания вот делаем первый узелочек завязываем вот так и шьем и так вот у меня возле плавника порвалась поэтому не очень удобно здесь шить но все равно зашить нужно вот так вот еще что хочу сказать рыбку когда фаршируем то сильно плотно не забивайте вот чтобы она мягенькая было иначе может шкурочка потом лопнуть при запекании поэтому сильно забивать не нужно фарш остается ничего страшного если останется вы можете поджарить такие рыбные котлетки так что не пропадет ну вот пару стежков и наша рыбка вот здесь зашито делаем узелочек вот я еще один и отрезаем ниточку и точно так же зашиваем вот здесь где голова вот и вот остальная часть тушки тоже такими стежками прихватываем то сделаем первый узелочек чтобы закрепить ниточку вот завязываем так я на 2 чтобы так и начинаем вот подхватываем эту часть и сшиваем вот с этой большой швеей здесь быть не нужно ой оторвало эту ничью так вот так вот прихватываем чтобы она вот целенькая такая была и так вот зашиваем и так рыбку всю зашили еще на хочу на что обратить внимание обязательно удалите глаза потому что буду давать горечь и теперь берем форму в которой будем запекать рыбку укладываем пергаментную бумагу смазываю растительным маслом и укладываем форму рыбу вот так у меня поместилась моя рыбка и теперь перед тем как отправить в духовку духовку я уже включила она у меня прогревается я смазываю рыбку яйцом просто яйцо переколотила вилочкой так и рыбку смазываем вот так ну все можно отправлять в духовку выпекать мы будем при температуре 180 190 градусов 1 час первые 40 минут мы выпекаем под фольгой я накрою перед тем как рыбка накрыть фольгой фольгу нужно смазать растительным маслом чтобы не прилипло к рыбке вот так достаточно накрываем рыбку 40 минут выпекаем под фольгой и остальные 20 минут запекаем когда фольгу снимем и так в духовку вот моя рыбка и готова она уже остыла подают щуку в холодном виде вот я и украсила немножко майонезом и давайте я отрежу кусочек чтобы показать в разрезе вот так вот смотрится в разрезе наша рыбка вот такая очень вкусная надеюсь вам понравится тоже мой видео рецепт вы попробуйте приготовить и думаю что возьмете себе на заметочку всем спасибо за внимание пишите ваши комментарии пишите ваши советы буду очень рада ставьте лайк если вам понравилось мое видео пока пока